Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Все садоводы, все чокнутые, а у меня ни черта не получается, к одному, а многие уже до меня имели сады, пусть молодые, старых еще тогда не было, но молодые были, огрушени, съедобные огрушени, вкусные огрушени, сладкие, вот, кто-то привозил с питомников, и там почему-то в питомниках сладких груш в то время не было. Я отчаялся, потом помогло, первое, нужны подвои, ведь многие заворачивали прямо из семян, единственное, из семян получилось только у Боднар Борисовича, волшебники в Сиремшем, настоящий выдающий садовод, я его отношу к, это, так сказать, гением, вот, ну, подумаешь, науке не нужно. Знаете, когда он умирал, последний разговор, горький, горький разговор, когда мы виделись, он мне вручил 170 сиренков, 170, он сказал, это лучшее, что есть в моем саду, вот, Константинович говорит, это тебе подарок. Я, правда, тут же достал кошелек, вот, мне столько не надо было, я взял, заплатил ему и часть, большую часть, да, почти все продал, но он был доволен все равно, потому что вы знаете, что такое пенсионер советский. Ну, и было это лет, наверное, 5-10 назад, я уже начал забывать, и вот тогда он мне сказал горькие слова, Константинович, я весь интернет обшарил, меня нету, представляете, так в ушах стоит, меня нету, это, говорит, гений всероссийского масштаба, это, говорит, человек, который в Сибири вырастил черешневый сад, я уж не говорю про абрикосы, сливы, а, кстати, грушу, он вырастил семян, почему я именно сейчас вспомнил его, царство небесное, дорогой друг, вот, и тогда делать было нечего, я поехал искать груши в один из лесхозов далеко, около 80, нашел, вот, нету у нас, говорит, груши, мне саженцы нужны, нету, как нету, и вот мне агроном рассказывает, вот, ну, они квалифицировались на насаждениях, вы не поверите, березы выращивали, вот, мало у нас берез в тайге, копая хоть тысячами, нет, все, выращивали березы и продавали этому же нашему городу, Саяногорску, березы, серьезно, вот, и не только березы, много дикарей всяких, а тут получается, что он говорит, почему у нас нет груш вообще, потому что мы каждый год их вырастим до метра, и запахиваем, вырастим, запахиваем, вырастим, запахиваем, вот, и все, а потом и бросили, а у них же дикие уссурийские, а они же несъедобные, но имелось ввиду, что кто-то может потом привьет, а городу достаточно и диких, все равно они красивые, они невероятно красивые, вот, и тогда, я, чтобы отстал от него, говорит, ну, иди еще сам, я пошел искать, нашел целый ряд огромных груш, а под ними, я выкопал, выковырял, 600 штук сеянцев, саженцев, вот такого размера, вот такого вот, они практически не росли, но у меня год поросли, по двое готовы, я нашел человека, Михаила Ивановича Дьякова, почему до сих пор помню, с моей дырявой памятью, потому что у него в саду росли нарядные фильмы, у него в саду росла, среднерусская, у него в саду росла еще какая-то третья, а четвертый суперсорт, это на тот момент, это еще одного товарища я нашел, листую красавицу, которая родина Бельгия, шикарнейшая, все шикарнейшее, вот, а почему он мне это все отдал, мы пришли в сад, заброшенный сад, с Дьяковым, с хозяином, вот, у него был прекрасный дом, у него был прекрасный сад, вот, и этот сад, эти груши повадились бичи, вот, и когда они с женой гоняли и гоняли, им сожгли дом, и выжили их, а когда они переехали в Ачуры, а там уже ни черта не вырастешь, все, а почему я подробно говорю, фактически это история, это история, это все войдет в историю, ведь пришлось начинать практически с нуля, представляете, ну, а потом уже груши, это мой триумф, и не только мой, параллельно со мной еще несколько человек занималось ими, любыми путями доставали, вот, и по грушам, Саиногорские окрестности, плюс кусочек Шушинского района, в скобках у Железова, лучшие груши в Сибири, вот, пока этого достаточно, потому что заканчивается 20 минутка, вот, сейчас сколько осталось времени, показать вам поближе, осталось, осталось две с половиной минуты, так, срочно встаю, о, как останется тут срочно, ну, с того как 74 исполнилось, уже начинаю плакаться, так, 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 сейчас, это сюда, это сюда, телефон сюда, очки сюда, капелек на голову, опа, пошли, видно еще, видно, быстренько, крупный план, овечавшая, ой, не, оккультурная Сибирка, еще их не одна тысяча, просто плохо видно, вот, назад начал изучать, и доизучался, еще раз, для вебинара, вот, холодильник мой набит, вот, вон они еще лежат, видите, последние лежат, вот, это, еще одно такое место, знаю, богатое-богатое-богатое, вон они, смотрите, они уже стали, знаете, какие, а, что-то, отказываются приближать, ну, ладно, посмотрели, посмотрели, вот, уникальные места, уникальные все, вот, особенно, ближний ряд домов, это вообще, это вообще, тут, и не только 40, тут 35, редко бывает, живи и радуйся, ну, что, предыдущий фильм был снят вот с этой скалы, вот с этой вот, которая, вот она, выдается в речку, сейчас, вот никого не бывает, ни детей, ни взрослых, ни взрослых, ни взрослых, один, да, и о том,